Покусал бы я вас, да гуманизм не позволяет. Народ, всем привет, с вами Сергей Ярцев. Недавно на одном из каналов, называется он История Пи, вышел сюжет, где упоминалось мое имя. И зрители мои стали меня спрашивать, Сергей, там что думаешь ответить? Накидали ссылок, я посмотрел этот ролик. Что я могу ответить? Я могу ответить только одно. Но я выражаю искреннюю благодарность автору вот этого канала за то, что он раз в 30 упомянул мое имя, показал скриншот моего канала. А самое главное, я ему благодарен за то, что он подтвердил мои слова о том, что на месте политеха еще в 17 веке протекал канал. Вот, посмотрите сами, это его слова. Мы видим, что в действительности старые планы не врут. Здесь раньше был канал, который соединялся с Неглинной. Действительно, в районе Славянской площади был мост, который пересекал этот канал. Но вот что не показано на старых планах. Вернее, показано. Вот смотрите, план 17 века, где есть канал. И план 19 века, где канала уже нет. И оба плана не врут. В этом районе, в период между 18 и 19 веками, катастрофически изменился рельеф местности. Единственное, автор не знает, когда этот канал был засыпан. Он предполагает, что он был засыпан в промежуток между 17 и 19 веком. Получается, что Лубянская площадь и район политеха засыпан на 15 метров грунтом. Планы 17 века еще показывают протекающий канал. На планах 19 века канала уже нет. Значит, это место было засыпано между 17 и 19 веками. Совершенно недавняя история, но ни о каком поднятии грунта в Москве в 18 веке историки нам не рассказывают. Это не единственное место Москвы, которое было поднято на 15 метров. А вот тут я остановлюсь. Если чего-то нет в интернете, не значит, что этого не существует в принципе. Если бы автор более подробно изучил эту тему, он бы узнал, что в 1813 году после пожара Москвы в Москве начинает работу комиссия по строениям, которая на протяжении практически 40 лет нивелировала в Москву, расширяла улицы, срывала холмы и засыпала глубокие овраги, как овраг на месте современной Голубянской площади, где по дну проходил рукотворный канал, соединяющийся с руслом реки Неглинкой. И, конечно, историки об этом писали. Более того, Петр Сытин, он был директором музея коммунального хозяйства, сегодня этот музей Москвы, написал великолепный труд. История развития и реконструкции Москвы. И конкретно в третьем томе своего труда он описывает вот эту работу комиссии по строениям. Я дам ссылку на этот том, посмотрите сами. Великолепное издание, единственное тираж, 2000 экземпляров, и я допускаю, что уважаемый автор канала мог и не знать. Поэтому, ну, чего не знаешь, потом узнаешь. Что же касается рядовых альтернативщиков, скажу просто. По моему глубокому убеждению, все вот эти ваши фантазийные теории о том, что что-то было, потом это скрыли потоп, вскрыли наводнение, вскрыли. И еще что-то происходит от банального невежества. В школу надо было ходить, в библиотеки, монографии читать. И было бы вам счастье. Истинно говорю вам, срочно отрекайтесь от ереси Фоменковщины и припадите к чистому источнику благодатной истины. Ну, то есть подписывайтесь на мой канал Ярцев Сергей, и будет вам счастье. Ну, а для особо упора, так скажу одно, дружище. Если тебе вот постоянно кажется, что вокруг все скрывают правду, что вокруг что-то там инсценируют, открой срочно медицинский справочник и прочти. Параноидальный бред инсценировки. Гарантирую, узнаешь много интересного и кое-что обнаружишь у себя. Шизофрению еще никто не отменял. До новых встреч, пока. Субтитры создавал DimaTorzok